Иркутская область Преступлений, убийств в частности. Что происходит в Иркутских СИЗО? СИЗО номер один город Иркутска в частности. Уверен, что мы услышим сейчас интересный рассказ. Заключенные, называемые разработчиками, разрабатывают по просьбе оперативных сотрудников и работников Следственного комитета, людей. Что такое разработчик? Ну, разработчик это, так скажем, негласный сотрудник милиции, который по просьбе оперативников, он сам осужденный. То есть он сидит, но он еще и негласный сотрудник? Да. Его роль выбить показания, а в некоторых случаях вбить показания. Не понимаю, из кого? В человека, который заключается под стражу арестованного. Это происходит в Следственном изоляторе? То есть когда еще нет судимости? То есть еще в отношении человека даже нет приговора, вступившая в законную силу. И как выбивают показания? Ну, в принципе, я могу процитировать. У меня есть документы. Конкретные жалобы? Одного из так называемых разработчиков. Его пояснение, он в свое время был одним из лучшим разработчиков СИЗО-1 города Иркутска. Тоже осужденный, чтобы было понятно? Он еще не осужден. Он не подсадная утка, как принято говорить. Этого давно нет в СИЗО-1 города Иркутска. Подсадных уток нет. То есть человек, заходя в камеру, сразу же сбивается с ног, избивается, придушается полотенцем. После чего его поднимают на верхние нары, связывают, спускают штаны с него. То есть насилуют. Подождите, офицеры это все видят? Офицеры Гуина их поддерживают всячески. То есть вот этим разработчикам... Это некая система? Да, да, да. То есть так нужно следствию? Да, да, да. И разработчик, как вы называете этого человека? Ну, давайте я зачитаю, может быть. Прошу вас. Вот способы физического воздействия, пыток, которые я применял, то есть это пишет Фомин Евгений Александрович. Кто такой? Под кличкой Бритва он был в следственном изоляторе города Иркутска. Разработчик? Разработчик, то есть руководитель бей-бригады, как называемый. Бей-бригады? Да, то есть у них есть смотрящий в камере. Вот в данном случае вот этот Фомин был. У него кличка была Бритва. Это вот его донесение? Его донесение, да. На имя кого бумага? Это на имя справедливости, так скажем. А, то есть его открытое письмо? Да. Так он же сам насиловал? Да, он в свое время разрабатывал людей очень долго и на суде. Раскаялся? Да, можно сказать так. Прежде чем мы к деталям перейдем, я попрошу прочесть, что же там в этом обращении ко всем людям доброй воли, бывшего разработчика. Эта система выстроена не вчера. Всю жизнь это была методика работы с заключенными. Способы физического воздействия пыток, которые я применял заключенным по просьбе оперативников ИЗ-38. То есть несколько заключенных набрасываются на объект. Объект поднимается здесь, то есть человек, входящий в камеру. От которого требуется каких-то показаний? Да, да, да. Один накидывает сзади на него полотенце и производит удушение объекта. Когда объект при отсутствии кислорода перестает сопротивляться, его привязывают к лавочке, вставляют кляп в рот. В данном беспомощном состоянии по приказу и за вознаграждение могут производить все, что захотят. Пытают ударами тока из электророзетки. Это один провод затрагивает ухо, а второй затрагивает половые гениталии. Пытают физическим сексуальным насилуем. Бьют по голове пластиковой бутылкой полной водой. Запихивают в анальные отверстия стаканный кипятильник и включают его в электророзетку. И кипятильник в теле взрывается от накаливания. Как взрывается? Ну, от накаливания он взрывается. Причем так умереть? Ну, вы давайте я дочитаю до конца. Пожалуйста. На что врач дает диагноз геморрой или трещина анальной кишки. Вставляют иголки в пучки нервов. Надевают на голову целлофановый пакет. И в момент отключения создания бьют между лопаток. Оперативники обеспечивают заключенных фотоаппаратами. И производится фотосъемка в унизительный момент для данного человека. Те телесные побои, которые неизбежно проявляются на объектах, у первополномоченных просто отписываются, что объект упал в камере, в душе. Скажите, вот как фамилия этого человека еще раз? Фомин Евгений Александрович. Он находится на одиночном содержании. То есть после своего выступления... Это его открытое письмо к общественности? Да, да, да. Дело в том, что вот эту пустую машину чрезвычайно сложно сломать. Люди привыкли так работать. Сломать, то есть пока в регионах поймут, что вот так. Над людьми, в СИЗО, не в СИЗО просто над людьми издеваться. Для этого нам нужно изменить менталитет народа. Потому что вот если сейчас абсолютно любой журналист попробует вникнуть, что происходит, там все будет закрыто. А есть фамилии пострадавших, которых вот таким вот образом... При себе у меня имеется список из 65 фамилий. Рыдов Андрея Владимировича, допустим, я вот первый, Логинов Сергей Михайлович, Краснов Андрей Николаевич. И эти люди готовы подтвердить то, что пишет господин Фомин, то есть то, что вы цитировали? Насколько я знаю, да. То есть там цель подавить человека морально, сломать его таким образом... То есть чтобы они что, взяли на себя несуществующие преступления? И несуществующие, и непризнание вины, либо отказ от дачи показаний в соответствии с статьей 51 Конституции приводит к вот этим последствиям. То есть хочешь не хочешь, но заговоришь. Да, да, да. На секунду отвлечемся, хочу понять, это только в одной колонии или это система по всей области? Ну, я не могу говорить о всех, но я непосредственно могу сказать о СИЗО-1. Уважаемый Иван Зигманович, Москва беспокоит программу «Момент истины» на караулов, Андрей Викторович. Хорошо. То, что сегодня происходит в СИЗО-1, насколько верны слова адвокатов о том, что там применяются пытки? Значит, этот вопрос у нас есть, да, проблему знаю. Если вы, уполномоченный по правам человека, знаете эту проблему, то почему? Это безобразие, вы сказали, что проблемы есть, продолжаются сегодня. Все эти вопросы, которые возникают у нас, почти что с каждым письмом, которое присылают нам оттуда. Вот жалобы, имена. И проверяем, отправляем прокурору. Какая реакция прокуратуры? Что не установлено в течение двух лет. Итак, два года ваши письма прокуратурой области отфутболиваются, одно и то же футболиваются. Футболиваются, я об этом сказал на докладе своем, который написал в этом году. В прошлом году у нас были эти же самые вопросы. Два года, что же, аппарату, полномоченному по правам человека, ничего не в силах сделать? А Владимир Лукин, полномоченный по правам человека в стране, знает эту ситуацию? Знает. Я направил туда письмо, мы одно выиграли большое дело, где прокуратура наша не видела ничего буквально. Мы через Верховный суд добились решения. Не установлено. Мы писем достаточно получили не только по Первому СИЗО, по Братскому, по Усольскому СИЗО. Мы получаем эти материалы, отправляем буквально, чтобы проверку провели буквально, дают отписку, не подтверждается. Так они и завтра дадут отписку, если два года дают отписки, делать-то что? Я направляю своих людей, встречи проводим. Большие нарушения, которые идут там, во всем СИЗО. Ну подождите, уполномоченный по правам человека в Иркутской области в частности, в любую секунду, хоть днем, хоть ночью, имеет полное право войти в СИЗО номер один? Да. И своими глазами увидеть, что там происходит. Когда подходишь туда, информация уходит моментально. Я отправляю и сам езжу буквально по этим СИЗО. То есть госструктуры бессильны перед ситуацией, которая складывается не только в Иркутском СИЗО, но и в других СИЗО областях. При проверке буквально, там те, которые жаловали, написали письмо, не подтвердили. И часть из них, конечно, боится подтверждать. Да, конечно, боятся люди, естественно. Да. Потому что после этого я уехал. Тут же сидеть-то в этих словах. Полтора случится. Совсем недавно я ввел личный прием граждан. То, что мне рассказала делегация из Иркутска, меня, видавшего вида, занимаясь всю жизнь тими-то проблемами, болью и горечью, меня потряс этот рассказ. Выбивали показания из случайно схваченного парня. Выбивали троем. На кого? Чтобы он сознался в преступлении, которое он не совершал. И выбивали так, что это гестапо. Парень этот потерял здоровье. Остался инвалидом второй, а вообще хотели давать первую группу. И когда его мать пошла защищать его, то на нее завели уголовное дело и расследовали его несколько лет. Подбрасывали различные вещественные доказательства ее преступной деятельности. Как общество может бороться с тем, что есть ряд институтов власти, которые абсолютно закрыты для контроля общества? Я поэтому и выстраиваю систему здесь буквально для того, чтобы каким-то образом изменить. Сколько лет вы еще будете с системой выстраивать, если не секрет? Я работаю 20 месяцев. Потому что существует тайна оперативных разработок, тайна методик этих разработок. В СИЗО какие разработки? Уже люди арестованы. Кто те люди, которые работают в Буине? Это такие же граждане, как и мы. Это такие же граждане. Да не за последний год, который работает новый губернатор. Я еще ни разу не встретился с ним по этим всем делам. Почему? А очень просто. Назначают, но уходят от встречи. Игорь Эдуардович Ясиповский, новый губернатор, не хочет знать правду о том, что творится в исправительной системе области? Не только. Тут и в других местах есть. А я затем отсылаю от меня буквально к помощникам. Я об этом четко сказал в докладе, когда выступал перед депутатами. Нужен ли уполномоченный в этих случаях, когда власти не нужно. И встать информацию. Спасибо вам, Иван Зимовский. Очень рад, что вы позвали. Спасибо вам большое. Спасибо. В настоящем ставлю вас известно, что сегодня, то есть с 13.11.07, при моем нахождении в учреждении Z38-1, на почве внезапно возникшей симпатии, я добровольно вступил в гомосексуальные отношения с человеком. Выполняя пассивную руление в последнем. То есть он добровольно вступил? Ну, пишет он это недобровольно. И вступал он недобровольно. Ну, то есть какой человек, даже если у него какие-то склонности по ориентации, он никогда не будет писать это. Тем более он заключенный. Это же прикладывается к его личному делу. Мы предполагаем, поймали, что называется, на этом контакте. Сказали, ты сейчас вступаешь в связь с этим, ты в ответ вступаешь с этим. То есть это фотографируется. Ну, это для подавления человеческого достоинства. Ввиду моего раскаяния в содеянном, прошу не применять в отношении меня мер дисциплинарного характера, так как впредь я обязую не допускать проявления подобного рода слабостей. Это пишет бывший сотрудник милиции. Да, все, что он говорил, имеет место быть. Это система? Это система. И самое страшное, что в жернова этой системы могут попасть любые люди, вне зависимости от занимаемой должности. Вы видите пример? Мэр Сырянского района, Шкутской области. Его в убийстве, по-моему, обвиняли? Да, его обвиняли в убийстве. Сайков Василий Иванович, его первый зам. Кого они убили, по версии следствия? Депутата Сырянского районной думы. Убить? Бабученко, да. А что они поделили по версии следствия? Каких-либо прямых доказательств в деле нет. Областной суд Иркутской области вынес оправдательный приговор. Их отпустили? Вот в СИЗО то же самое. С ней происходило? Более того, мэр, он полковник милиции в отставке. Я не поверю, что вот так мэр входит в камеру. Но в принципе... Его сбивают с ног, снимают с него штаны, прошу прощения, я не могу в это поверить. Он подвергался пыткам, с него выбивались показания. Все это в суде нашло свое подтверждение. Более того, свидетели, которые были представлены стороной обвинения, абсолютно все подтвердили, что действительно этого человека я разрабатывал. Кто-нибудь проверил эти факты, которые прозвучали на суде? Естественно, по всем этим фактам отказано возбуждение уголовного дела. Кем отказано? Ну, тем, кто расследует прокуратуры, сотрудники прокуратуры. То есть прокурорские работники проверяли СИЗО и ничего не нашли? Они утверждают, что фактов каких-либо действий в отношении этих обвиняемых нет, во всяком случае, насколько мне неизвестно. Практика пыток получила распространение не только в Иркутске, и в органах внутренних дел. И все продолжается по-прежнему? Продолжается, увеличивается количество таких фактов. А вот эти выколоченные показания доплачивают, что ли? Звездочки дают? К сожалению, Андрей, есть и другие факты. Когда людей пытают, записывают это на пленку, потом DVD показывают родственникам и выбивают с них деньги, с родственников. Что если они не будут платить, то это DVD покажут другим заключенным и потом... Я предполагаю, что именно так. Мне это рассказывал в тюрьме Инамжун Усман Хаджаев, бывший перестроитель СКК в партии Узбекистана. Так делал Глян. Били его, Инамжуна. Его бригада так делала, да. Потом показывали, женя его пленку, вот тебя ждет то же самое, неси деньги. В общем, они там занимали, так Глян работал. Я предполагаю, что все это правда. С тех пор... Просла эпоха... Четверть века почти. Человечество вообще не улучшается. В Гуантанамо пытают. Нет, ты мне про нас объясни. В Гуантанамо не за счет. Ты мне про нас объясни. Мы осуждаем 1937 год. Мы много уже понимаем про бригаду Гудляна Иванова. Мы много вообще что стали понимать. И вдруг гестапо, говорит Гена Гудков. Мало того, старые работники системы НКВД говорят, что таких пыток, которые применяют сейчас, в ГУЛАГе не было. Били, на ножи ставили. Но вот так издеваться над людьми... Я сейчас, естественно, буду звонить генералу Радченко, начальнику управления ГУИНа по области Иркутской. Все время были побоищи между мужиками и ворами. Стравливала администрация. Но вот таких изощренных, изощренных. И особенно для того, чтобы бабло выбивать, такого не было. Уважаемый Павел Васильевич, наши гости в передаче сегодня рассказывают вещи невероятные. Так. Скажите, готовы вы были бы приехать в Москву за наш счет, естественно, встретиться с этими адвокатами в прямом эфире и ответить на все вопросы, чтобы была такая открытая, честная дискуссия? Вы генерал и адвокаты. Ну, вопрос, в общем-то, такой очень интересный. Да, мы просто хотим понять, что происходит. Мы, естественно, отправим факс, соответствующий Юрию Ивановичу Калинину и министру. Просто приглашаем вас к дискуссии, чтобы понять, что действительно происходит в СИЗО. Ну, я приблизительно предполагаю, конечно, вопросы есть. Там нормальная обстановка в СИЗО, ваша оценка? Да, в принципе, нормальная. Но я в любом случае поставлю в известность. Если генерал армии Калинин согласен, то вы приедете в Москву в наш эфир. Да, да, да. Я сейчас не имею права называть где, но в одном из наших крупнейших регионов уже арестованы очень крупные руководители системы исполнения наказаний и руководители колоний, которые лично организовывали эти пытки, лично записывали. Ну, арестованы же, ведь система все друг про друга знает. Почему же это в других-то местах? А это уже был шок в системе. Лично сейчас на контроле Бастрыкина находится это дело. Я уверен, что после твоего выступления такое же дело и по Иркутску заведут. Это не секрет. Выколачиваются не только из мужчин, а и из женщин. А почему надо генерал Гуина вызывать? А кого прокуратура? Прокуратуру надо вызывать. В первую очередь на прокуратуру ложится. Там есть структура, да, в прокуратуре, которая отвечает именно за надзором в сфере исполнения учреждений. Жень, а вот я по-другому хочу поставить вопрос. Первое место по раскрываемости убийств в стране, Иркутской области. А проверить, какой ценой? Прокуратура, Следственный комитет, УСБ, это с точки зрения практики. Обязанность контролировать соблюдение права свободы человека вот таких вот учреждений. Мордовия. Мордовия, как правило, у заключенных считается одним из самых худших регионов по соблюдению, да, права свободы вот в этих закрытых учреждениях. Постоянно поступают жалобы, реакции никакой. Ну хорошо, вот та история, о которой дважды, рассказывал уже дважды, момент истины. За убийство 15 суток студента в Саранске, Мордовии, Таша Мордовия. Моего сына убили не один человек, я считаю, но по делу идет только один, Мачалин Олег Владимирович. 15 суток, как это может быть за убийство? Если честно сказать, у меня даже некоторые люди, которым я... Поверить невозможно. Нет, они не то что поверили, они говорят, может что-то ты неправильно слышала, я говорю, как же, у меня же документы есть, у меня есть приговор. Тогда, Евгения, в январе, когда Татьяна Вдовина приехала к нам в студию, чтобы рассказать, как убивали в Саранске ее сына, я не мог поверить, что за убийство ребенка, коллективное убийство, по решению российского суда, то есть от имени Российской Федерации, можно дать убийце 15 суток. 120 часов исправительных работ за убийство, я не верил этому приговору, я не верил своим глазам и своим ушам. 120 часов обязательных... За что? За хулиганство? Так квалифицировали в убийство? Нет, 120 часов обязательных работ. Приговор, то, что у меня в руках сейчас. Приговорил суд признать Мачалина Олега Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109. Причинение смерти по неосторожности. И назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. А вы с судьей попробовали поговорить, а как это за смерть? А как я могу после приговора с ней вообще разговаривать, после принесения такого приговора? Она сама женщина, она сама мать. Да не могу я, я не могла больше все, мне даже тяжело было приговор у нее этот забирать. То есть, еще раз, суд признал человека убийцей по неосторожности и наказал исправительными работами 120 часов. Да. Вот такой сюжет, Женя, как вы помните, и многие наши зрители наверняка помнят. Мы показали в январе, предполагая в эфире, что родители убийцы, суд назвал убийцей убийцей, имеют отношение к криминалу в Саранске. И делали предположение, что, быть может, страх за себя, за свою жизнь подвергнул судье к такому решению за убийство человека дать 15 суток. Вопрос, вышла программа, что все-таки изменилось и изменилось ли сегодня? Изменилось. Судебное следствие идет. Сейчас назначена комиссионная экспертиза. Дело должны вернуть на доследование, потому что те факты, которые... Тогда был новый суд. Мы говорим сейчас об участниках преступления. Женя, я хочу понять, вот выступление журналистов, канал ТВ-центр, на той неделе, статья, большая статья в российской газете, полосная статья, все-таки зашевелились? Я бы так сказал, перекидывают ответственность сейчас. Это сейчас, это уже как бы вот честь мундира. Процесс пошел. Но дойдет он до чего-нибудь? Дойдет. До нового судебного приговора как? Дойдет. Почему в одних регионах люди берут на себя ответственность, мужество, арестовывают таких фашистов, негодяев? Почему Бастрыкин берет на себя право, а другие слепые, значит, тоже какие-то взаимоотношения, не хотят портить их? И вот сейчас вот крупные дела ведутся против пыток в Следственный комитет при Генпрокуратуре. Когда будут приговоры, это надо все объявить, потому что тем самым мы предотвратим бунты в тюрьму. В некоторых следственных изоляторах, в колониях все на пределе. Там же люди сидят. Да нет ощущения, что возвращаются сегодня в отдельных местах. Закон 1993 года, 1992, вот фильм «Бригада» или «Бандитский Петербург». На переломных моментах история мафия всегда оживляется, потому что эти лидеры, во-первых, личности, там нету системы ротаций, там никто не уходит на пенсию. Если ты вор в законе, то это до последних дней вор в законе. Если ты преступный авторитет, то до последних дней там молодых полковников, молодых генералов не выкидывают на улицу. А у нас что? У нас борцы с мафией становятся бойцами мафии в основном. А воровская среда четко отслеживает. Если мент был честный, она берет себя на работу, потому что им ворушники не нужны. Им нужны люди, которые честно будут их охранять уже в другой ситуации. Абсолютное отсутствие страха. Почему? Потому что любое преступление, оно связано с незаконным получением огромных средств. По-другому не бывает. Я приведу тебе пример. Меня, вообще, как вот Игутков говорит, я много видел, я тоже много видел. Меня поразивший. Саратовский авиационный завод. Знаменитые Яки. Марку Як самолеты знает любой житель Российской Федерации. Не только Россия. Эти акции завода купили люди далекие от самолетостроения. И тут же пожалели, что их купили. Скажем так, не мы даже приобрели, а приобрело предприятие, где я был единственным акционером. Ну, раньше делали 54 самолета в год, Як-40, Як-42. А сейчас? Сейчас объема производства нет, там сейчас идет банкротство этого предприятия. Ну, у нас был план, на самом деле, выводы этого предприятия из банкротства. Мы встречались с бывшим генеральным директором. И можно это было сделать? Я эту историю хорошо знаю с заводом. Кто только не пытался помочь этому предприятию. Любовь Слиска, да многие. Сумма кредиторской задолженности всего составляла порядка 18 миллионов. Все остальное было, в общем-то, надуто, как обычно. Кому было выгодно погубить предприятие? Ваш анализ. Неким людям, которые хотели из этого предприятия сделать некий инвестиционный проект, там, девелопинский проект, как это сейчас модно. Земля дорогая? Ну, это 300 гектаров земли практически в центре Саратова. Дело в том, что люди, которые этим занимаются, проплачены огромными деньгами. Оборонные заводы, Як-ки. Не важно. Марку Як знает каждый, кто в России живет. Не важно. Дело в том, что там земля. Рядом Волга, взлетно-посадочные полоса. Итак, вы покупаете предприятие. И что дальше? Об этом узнал Наумов Сергей Анатольевич. Кто такой? Бывший полковник ФСБ. Возглавлял управление Н. Он в свое время был рядом с нами. Крышевал вас? Ну, фактически крышевал, да. Большие деньги платили полковнику? Естественно, какие-то деньги проходили. Дружили? Ну да, старались дружить. А управление Н, вы сказали? Оно курировало таможню в свое время. А потом, когда он узнал о том, что мы купили акции Саратовского авиационного завода... Сколько стоят эти акции? Одна взлетно-посадочная полоса, в принципе, стоит только сейчас построить ее порядка полумиллиарда. Те, кто занимаются, им абсолютно все равно. Яки. На самом деле, бороться с бывшим полковником ФСБ достаточно сложно. Почему? Почему? По всей видимости, за время работы в органах он заработал неплохие деньги. И, в общем-то, человек обладает достаточными связями правоохранительных органов. И капиталом? И капиталом, конечно. За время работы в органах? Да, да. Действовал совместно. Был такой полковник ФСБ Чернышев Алексей Борисович. Но, на самом деле, ему помогал еще один из известных авторитетов, Синякин Михаил Павлович. Известный в криминальном мире как Мабута. Это некая спайка была бывшего сотрудника ФСБ. С криминалом? С криминалом, да. То есть, стоило вам купить авиационный завод в Саратове, сразу вот она спайка. Он нас прессовал на ум, угрожал. Убийством? В том числе и убийством, конечно. Конечно. Было мне конкретно сказано о том, что если я не буду делать то, что мне говорят, то я либо окажусь... Вот эти акции не отдадите? Ну, естественно. То я либо окажусь в Рефортово, либо убьют меня, там, мою семью. Вот. Нас заманили в офис. Вас и вашего компаньона? На протяжении пяти часов просто в нем удерживали в этом офисе, избивали методично. Вас? Меня, в том числе, и Щукина. Бойцы Михаила Павловича Синякина. Ну, у меня было сотрясение мозга, сломано ухо, то есть я был весь в крови, это, в общем-то, зафиксировано, эти побои сняты. Мы пошли в прокуратуру генеральную. Был арестован Наумов, был арестован полковник МВД Ткачев. Всех арестовали? Он всей темой сейчас руководит по нашему прессингу непосредственно Синякин, непосредственно Васильев, которые сейчас оба скрываются за границей. Абсолютно не верю. И просто так ничего не бывает? Конечно, не бывает. Абсолютно не верю, что некая бригада взяла вот эти биты и пошли кого-то избивать. Им дали указания. Те, кто реально били, им кто-то дал указания. И в этом плане... И обещал прикрытие. Не бывает так, чтобы кто-то начал противоставить СИСТИ, не имея разработанной планы. На самом деле, как-то само собой разумеется, да, так слышится, что полковник, начальник управления, заработал деньги, курируя таможню. Богатый человек, да. Товарищ Геннадий Полковник, просто к первому заместителю министра внутренних дел нашей страны еще совсем недавно. Вы знаете, предание интересов Родины. Помните Белое солнце в пустыне, да? Задержавая обидно. Нет, ну все проверять надо, все, о чем мы говорим. Посылки интересные слова. С другой стороны, много домыслов. В нашем сюжете, а зачем все по-иркутску сегодня, вы полагаете? А, вы имеете в виду, тут явные преступления. Ну, мы так не можем говорить. Проверить наши слова. Да, ну, когда есть 60 прямых показаний, да, даже совокупность косвенных показаний, она подтверждает факт преступления. И уполномоченный по правам человека рассказывает самые страшные вещи, на самом деле. Он к СИЗО подъезжает, там уже утечка информации. В то советское время не было таких сидельцев, когда изобретали пытки, гадкие развлечения. Неужели не было при коммунии? Не было. Знаете, почему не было? Не насиловали в камеры? Потому что единица, но не было системы. А что, Голян был первооткрывателем, избивая и нам жену Смонхаджаева, его жену Эльнурей? Да. У нее все руки были, она пыталась в камере дважды арестовать, покончить самоубийство. Если говорить о следственных изоляторах, если сильный начальник учреждения, управляет он. Если слабый, то управляет воры, управляет авторитетом. Насаждает свои порядки, насаждает то, что мы вот видели в первой части. Заставляли подписывать некие документы, причем заставляли не просто там подписывать эти документы, а реально просто избивали. Обещали убить. Сломали ухо, лопнула барабанная перепонка, сотрясение мозга. А чем били? Ногами, руками, как ребята такие крепкие, в принципе. Боевики? Да. Видно поставленные как бы удары у спортсменов, а мы были как бы грушами в их тренировке. Цель отказаться от акции? Да, отказаться от акции. Все упиралось в деньги. Естественно, отказ, претензий к Саратовскому авиационному заводу. Давление до сих пор оказывается. И 7 января мой отец вышел на улицу гулять и был найден мертвым. А что случилось? Ну... Ваш отец был заместителем министра обороны Советского Союза. Да. Генерал армии. Имеет все ордена Советского Союза. Но вот этот эпизод вообще никто не стал расследовать. Ну как, вот генерал армии просто умирает на улице и нет? Они давят на всю мою семью. То есть угрозы не прекратились? Не прекратились. Чтобы мы отказались от показаний, чтобы забрали исковые заявления из судов. Как будто ничего не случилось. Но вы пойдете до конца. Конечно. Потому что за всем стоит и наша жизнь, и уже жизнь моего отца. Это уже до конца. Ну это нормальное проявление современной организованной преступности. Чуть удивляться. Такие факты нарастают. Оборонный завод. Авиационный. Андрей, в таких условиях, когда организованной преступностью стала формой социальной организации жизни в нашей стране, в сентябре прошлого года берут и ликвидируют подразделения по борьбе с организованной преступностью. Ну как это объяснить? Это что такое? Ну как это объяснить? Как это можно? Отдают функции в уголовный розыск, возвращаясь в ситуацию на 20 лет назад. Оперативные учеты опять уничтожены. Профессионалы выброшены на улицу. В условиях дикого роста и усиления агрессии со стороны организованных преступных формирований. Ну, рейдерская сбитая тема. Есть уже и оперативная, и судебная практика. Ведь несколько лет назад не было ни одного реализованного дела в оперативном порядке и не прошедшего суды. Сегодня это уже на потоке и скорее другое сегодня актуально. Вот условия кризиса. Допустим, у нас вот здесь в студии три человека. Мы имеем общий бизнес. Мы вложили в свои деньги. Один из нас посчитал, что оставление своего актива вот в таком состоянии в этой фирме опасно. Он пожелал вытащить свои деньги. Заявив о своем выходе, он ставит под угрозу существование этого коммерческого сообщества. И, почесав затылок, оставшиеся два принимают решение, что с ним делать. Убить. И нередко, нередко бывает и так. Недавно я был на передаче, когда очень оптимистично ведущий рассуждал на тот счет, что кризис не вызовет роста преступности. Да автоматически вызовет. И никуда не денешься. И к этому относиться надо объективно, спокойно и выстраивать контрмеры. Кризис не вызовет. В 90-е годы развалили фактически государство и его институты. В данном случае Гуин, как один из институтов. Или все объясняется проще. Простите, что перебиваю. Моя хат с краю. Вот идеология. Кто первый схватит, тот и сыт. Вместо развала государства появилась система отношений по понятиям. Корни вот этих безобразий, в том числе от того, что сложилась система целая, когда существуют коммерческие взаимоотношения, в том числе между бизнесом, властью и криминалом. Вот знаете, есть понятие жертвенного поведения. Выставляются в интернете все активы, партнерские отношения. Выставляются договорные отношения. Выставляется все. Наверное, это можно делать лет через 15. Жертвенное поведение сегодня – это находка для негодяев. Это и частные детективы, к сожалению, которые получают определенную информацию. В общем, целая технология. И хорошо, что наработана практика. Мне кажется, мы на эту тему пошумим еще годик-второй, а потом есть предположение и забудем, что... Вместе с тем, определенные действия правоохранительных органов, руководства страны позволяют говорить об обратном. Недавние громкие аресты лидеров крупнейших бандитских группировок, доведение расследования до суда, вынесенные приговоры... Очень серьезные приговоры, да. ...предстоит еще услышать. Поэтому я думаю, что все-таки те, кто отвечают за безопасность граждан страны, предпринимают усилия. Вопрос в том, что сама система настолько коррумпирована, и мы неоднократно говорили с вами об этом. Или все как-то выборочно происходит, Олеж? Те громкие передачи, которые неоднократно выходили на канале ТВ-центр, где вы рассказывали о экономическом мошенничестве, они доведены до суда. И буквально на одной из программ мы с вами обсуждали дело губернатора Тверской области Платова. Но других дел, к сожалению... Не меньше. Не меньше. Других дел еще больше. Значит, я тебе одну историю еще расскажу. Этой истории, на самом деле, этому рейдерскому захвату уже почти шесть лет. Шесть лет. Подмосковье. Химки. Шесть лет назад людей с контрольным пакетом акций выгнали небольшой заводик, но почти три гектара земли в 50 метрах от Москвы. Слева и справа, вдоль Ленинградки. Земля. Опять земля. Там земля дорогая. Почти три гектара, конечно. Предположение потерпевшей стороны во главе этой компании стоит не кто-то, а министр правительства Московской области. В 2003 году произошел захват открытого акционерного общества, опытный завод «Строидурмаш». Группа рейдеров, которая была руководима и руководима до сих пор министром автотранспорта Московского областного правительства Кацывом Петром Петровичем. Вы готовы отвечать за свои слова? Я готова отвечать за свои слова в полной мере. Что министр правительства Подмосковья? В 2002 году, в августе месяце, он лично ко мне обратился и предложил отдать территорию завода, 13 объектов, отдать ему, Петру Петровичу, Кацыву. Что, просто так вот позвонил министр по телефону? Нет, он пришел ко мне. На завод? Я его знала достаточно давно. Вы не пишете прокурор? Все дело в том, что он пришел как друг, который предложил как бы аренду предприятию. Законом запрещено чиновникам заниматься бизнесом? Откровенно не знаю, ошибка или нет, поскольку я его давно знала и думала, что он действительно пришел с намерением помочь предприятию. И что было дальше? А дальше пришли люди ночью с ЧОПом. Эти люди работники предприятий автотранспорта Московской области. Это ваши соседи? Это наши соседи. А никакое отношение не имели к вашей территории? Они отношения никакого не имели. Они пришли ночью, заняли ЧОПом проходную. То есть, просто люди с улицы фактически, никакого отношения к вам не имеющие, выгоняют вашу охрану и сами уходят на предприятие? Во всяком случае, руководил ими Ковалкин, генеральный директор МПТИ «Строй-Дурмаш», который граничит с территорией завода. То есть, без решения суда, судебного пристава такие вещи? Абсолютно. Ты удивлен, что министр и рейдер, вот их объединяет, наши гости, в своем рассказе? Я не удивлен. К сожалению, это повсеместная практика. Мы с вами говорим о 90-х годах, о шальных годах, когда тысячи ушли из жизни в результате бандитских разборов. То есть, не боятся по-прежнему. А сейчас все перетекло в высокие кабинеты. Секундочку, убежал, как мы знаем, первый вице-губернатор Подмосковья за границу. Прихватил с собой, ну, некоторые оценки, много миллиардов долларов. И что после этого никто не вздрогнул? Из тех, кто работал рядом с Кузнецовым? Последствий, не то что граждане Российской Федерации, мы, депутаты Государственной Думы, так и не услышали. И это дает основание другим чиновникам из других регионов чувствовать себя в полнейшей безнаказанности. Буквально на следующий день меня не допустили как генерального директора. То есть, захватили ночью все. В пределах месячного срока предприятие было разорено. А прокуратура не будем торопиться. Моментально обратились во все органы. Это был 2003 год. Сегодня практически завода нет. Значит, прошло сколько? Шесть лет? Шесть лет. И вы до сих пор не можете свою собственность получить обратно? Когда имущество вывели на третьих лиц, то поменяли адрес юридический. А кто ввел? Болтышев, директор генеральный, которого назначили рейдеры, которого никогда не слышали и не видели на предприятии. Был под делом протокол совета директоров. Суд это установил, уже суд. Мы суды все выиграли. А почему же вы до сих пор не выиграли? Они увели предприятие в Калмыкию и там его ликвидировали. Успели перерегистрировать? Ровно через 15 дней. Причем тут Калмыкия? Где Химки, где Калмыкия? Юридический адрес предприятия был перерегистрирован на село Яшкуль, республики Калмыкия. То есть сам завод остается в Химках, а теперь он в Калмыкию? За 100 километров от Элисты, полторы тысячи километров от Москвы. Прокуратура города и области. Не среагировала. Никак? Несмотря на то, что мы говорили о том, что реестр акционеров подделан, он не терялся, он есть, но никто не спросил. Получается, вот так любое предприятие в Подмосковье или в Химках, где прокуратура глухая и слепая, как мы предполагаем, можно ночью захватить. Людей с контрольным пакетом выкинуть на улицу. В две недели это перерегистрировать где угодно. В Калмыкии, например. Любой завод. Да. По твоей же модели. И никто не скажет, что это рейдерский захват. Проверялись исключительно наши действия. По отношению наших захватчиков, наших... Ничего не было? Ничего абсолютно. Вы это все в прокуратуре сегодня области готовы рассказывать? Готовы. Не на экране, а в прокуратуре? Готовы. А вы обращались сейчас к новой прокурору? Обращались много раз. И что? Идут отказы. Прокуратура Московской области пересылала по кругу замкнутому наше обращение. Вот прежний прокурор. Направляла к тем лицам в Химкинское УВД, которые отказывали постоянно возбуждению уголовного дела. То есть 6 лет и ничего. 6 лет и 3 года уже при наличии решений суда о том, чтобы предприятие было похищено. И что в этих условиях гражданским кодексом не предусмотрена защита оппонентов. То есть вас захватили по меньшей мере два же. Сначала физически, а после решения суда, которое не выполнено. А кстати, о судебные приставы. Есть решение суда, они обязаны выполнить. Судебные приставы, абсолютно все государственные органы с ними. Кацыв. Если бы сегодня не было бы административного ресурса. То есть если ты министр, то и судебные приставы тебе в рост смотрят? Да, представьте себе пословицу. Не могу выцелить. С богатым не судись, с сильным не борись. Получается издревле действительно. Они думают, если человеку дали уйти с миллиардами долларов, то кто посмотрит на меня, если я украду из бюджета пару миллионов? Я жду реакции от самого господина Кацыва, министра транспорта Московской области, от прокуратуры области, естественно. Случай выпиющий. Мы вернемся к этому сюжету в наших ближайших передачах. Комментарий даст Николай Дмитриевич Ковалев, бывший начальник ФСБ страны. Смотрите, в 2008 году в три раза возросло количество уголовных дел в отношении лиц, которые обладают неприкосновенностью. В том числе и тех прокурорских работников, которые принимали участие в рейдерских захватах. Но сейчас, Николай Дмитриевич, спасибо, мы уйдем из эфира. Мне очень интересно, действительно ли господин Кацыва и его супруга являются собственниками аж пяти жеглых домов в Химкинском районе Подмосковья, а также собственности в Израиле и в других странах. Мы ждем реакцию господина министра и о его реакции, если она последует, в наших следующих программах.